Займите все свои места. Мы переходим сегодня к началу нашего утреннего или дневного богослужения. Я хотел бы, чтобы каждый из вас настроил свое сердце на то, что это богослужение. И от того, как мы подойдем к этому служению, будет зависеть то, что мы получим что-то, не получим ничего, или просто для нас это время будет проведенное впустую. Для своего и вашего внимания я хотел бы читать отрывок Священного Писания. Это первое послание Петра, 1 глава, 17 стиха и ниже. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов. Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого ангца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для нас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, и это есть то Слово, которое вам проповедано, а для нас еще и записано. Апостол Петр говорит, что Божье Слово – это наш самый вернейший ориентир того, как нам жить. Я скажу, наверное, больше, что мое отношение ко Христу пропорционально моему отношению к Божьему Слову. Потому что Христос есть Слово, и Священное Писание – это фиксированные слова Христа или Охристе. Потому насколько я люблю Христа, можно проверить, насколько я люблю Его Слово. И интересно, что Его Слово неизменно. Все можно подделать, кроме Его Слова. Даже толкование Его Слова можно изменить, но само Слово изменить нельзя. Поэтому, когда мы будем молиться, я бы хотел, чтобы каждый из вас понял простую истину. Вне зависимости от того, кто проповедует, как проповедует, в каком стиле он проповедует, неизменным остается одно – проповедуется Божье Слово. И когда сегодня мы будем слушать проповедь, каждый из нас может что-то взять для себя или может не взять ничего. Пусть нас Бог в этом благословит. В начале нашего служения у нас есть несколько нужд. За брата Сергея с Украины он инвалид, и у него есть определенные трудности со здоровьем. Пожалуйста, помолимся о нем. У нас есть Максим Максимович Исаев, который тоже упал, и у него немножко болит голова. Мы помолимся и о нем. У нас есть Тимофей, о котором мы молимся, чтобы Бог благословил, если на то воля Его, завтрашнюю операцию, если таковая будет. Пусть Бог все это благословит, и пусть на все будет Его святая воля. А наши сердца пусть будут готовы услышать то Слово, которое Он нам сегодня скажет. Аминь. Господь наш и Бог наш. Господь наш и Бог наш, творец неба и земли, я все Божие отдаю в Твои святые руки. Я славлю Тебя за все, я хвалю Тебя, я прославляю Тебя. Прошу Тебя, вечный и праведный Господь, благослови нас на это служение. Благослови Господь на то, что будет происходить на этом месте, чтобы наши сердца, они были открыты к Твоему Слову, к Твоему чистому, неповрежденному Слову. Дай нам Господь понимать Твою волю, дай нам Господь руководствоваться Твоей волей, дай нам Господь жить по Слову Твоему святому. Ты видишь Господь брата Сергея, его состояние здоровья, ты видишь Господь его нужду, я прошу Тебя во имя Сына Твоего Иисуса Христа, благослови его. Ты видишь Господь Олега, его семью, его Сына, вечный и праведный Бог, я отдаю в Твои святые руки. И прошу Тебя, Господь, милость свою прояви, Господь, благослови его, чтобы он выздоровел как можно быстрее, и это падение прошло без последствий. Дорогой Господь, благослови Тимофея завтрашнюю, если на то воля Твоя операцию, благослови, Господь, руки врачей, а возможно, Господь, Ты сильный, праведный, и Ты можешь вообще все сделать без этой операции, Господь. Я уповаю на Тебя, я надеюсь на Тебя, и мы верим, что Ты сильный и праведный Бог. Благослови весь ход этого служения, благослови, Господь, проповедь брата-пастыря, все песни, стихи, все, что будет происходить на этом месте, чтобы оно было для Твоей святой славы, Господь, для нашего строения, Господь, для того, чтобы мы росли духовно. Благослови нас, слава Тебя, благодарность и честь нашему вечному Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Благослови нас, слава Тебя, благодарность и честь нашему вечному Богу. Смирен от сердца, и Он принимает жертву от сердца, давать открывать ваши уста и сердца и петь Ему. Мы хотим спеть с такой прекрасным псалом, о воспрянь душа, смотри на крест Христа. Аллилуйя. 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 Спасите на любви, О, виску миру все времена, О, виску миру все времена, Кровью оплачена церна. О, возкрай душа, Славила весь Креста, Священник твой сам жертвой стал страной. О, возкрай душа, Ведь Божий ты дитя, Оставь иду, истя, душа возкрай. Славила весь Креста, Славила весь Креста, Славила весь Креста, Ведь Божий ты дитя, Оставь иду, истя, душа возкрай. Прошла, прошла на век, Как Божий стал дитя, Я, Бог, истя, 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 Я, Бог, истя, истя, Славила весь Креста, Славила весь Креста, Славьи нам весь Христа, Священник твой сам жертвой стал с гордой. О, восправь, душа, Ведь Божье ты, дитя, Оставь вину и страх, душа восправь. Писание говорит через апостола. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самого одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле принимать обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благословевал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Драгоценный Отец Небесный, благодарю Тебя за это, за это послание Господь, которое Господь и дал Господь через апостолов Господь. То, что Господь, Ты послал Сына Своего, Который объединил Господь нас непосредством Господь, о крови Его. Слава Тебе, драгоценный Господь, за то, что Ты послал Своего Сына Иисуса Христа. Чтобы мы имели жизнь вечную через Него, и мы веру принимаем, что мы дети и друзья Твои. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты, Господь, возлюбил нас и даешь нам прекрасную, Господь, жизнь, жизнь в Тебе. Будь с нами, любящий Бог. Аминь. Будем проставлять Господа. Господь мой пастырь. Аллилуйя. Аминь. а а а а а И я, девчон, не буду знать нужды. На значних вам життя постой и зим живой воды. Он подкрепляет жизнь мою, идет на путь добра. Являет мне любовь свою сюда и до туда. Являет мне любовь свою сюда и до туда. И я, девчон, не буду знать нужды. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 а а а а и 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 иисусом наслаждаясь драгоценный он источник я ему лишь доверяю еще покоится не ждет и а а а а а а и слава за христа я не фальнюсь своим умом земная мудрость, но красок хвалиться буду лишь Христом на Христе Иисусом наслаждается, как Отцами, Он источник мой Я Ему лишь доверяю, душа покоится лишь только днем На вас прошу я все волновь, ничто же не оно ценит днем Цена в ночи на Христов, на Христе Иисусом наслаждаюсь, как Отцами, Он источник мой Я Ему лишь доверяю, душа покоится лишь только днем Иисусом наслаждаюсь, как Отцами, Он источник мой Я Ему лишь доверяю, душа покоится лишь только днем Я Ему лишь доверяю, душа покоится лишь только днем Каждое слово, у каждой стихи, Господь Говори, Господь, к нам через это все Все из слова Твое Принимаем, Господь, любим тебя Аминь Будьте благословены за метевшие места Будьте благословены за метевшие места Музыка